Евреи решили для России сделать фастфуд. Шутка. Короче, по этому вопросу, мне кажется, вот что надо сказать. Фастфуд, я не думаю, что очень нам нужен. В принципе, я бы и Макдональдс уже здесь позакрывала. Вот, между прочим, ответ на санкции – это закрыть все Макдональдс, елки-палки. И все, и привет, ребята. Вопрос, кто это держит, это уже другая тема. Так вот, насчет фастфуда. Пусть сделаю. Знаете что, в Москве, я конкретно заметила, нет русских ресторанов. Вот я хочу поесть пельмени, я хочу русской кухни. Да нет, нигде русской кухни. Либо итальянская, либо узбекская. Бешбармак, там шашлык на каждом ходу, на каждом шагу точнее. То есть эти… Ой, сейчас, простите, я могу переговорить, забыла. Чайхана, ешь какой-то. На каждом шагу у нас чайхана номер один, понимаете. Да что ж такое-то? Где человек приезжает, вот давайте так рассуждать. Не то, что я такой патриот, но приезжает иностранец в Россию. Он хочет чего? Вот я первый приезжаю в Италию, я искала итальянский ресторан. Итальянскую еду я приехала в Италию. Ну если к нам приехал в Россию гость, интурист, он куда должен пойти? В чайхану, что ли? Он должен пойти в русскую кухню поесть пельмени всех этих там, шанишек. Ну наши, наши, борщей наших и так далее. У нас очень интересная кухня, насыщенная русская. Ее нигде нет. Это надо изысканные места, надо какие-то искать. Пусть откроют сеть обычных русских, пусть даже там будет фастфуд, у нас тоже свой есть, селедочка под шубой. И все будет хорошо. Пусть им дадут денег на это. Пусть им дадут денег на это.